Здравствуйте, друзья! Наша студия, как и прежде, встречает всех желающих отправиться в мир тайны и древних традиций. В мир церкви, в дом, в котором живет Бог. Я поздравляю вас с одним из самых главных праздников нашей церкви. Праздником, я уверен, любимым многими из вас. С Рождеством Христовым. Об этом празднике мы и будем вести с вами наш сегодняшний разговор. Друзья, а вы задавали себе когда-нибудь вопрос? Что особенного в христианской вере по сравнению с прочими религиями и верованиями? Что делает ее уникальной и не похожей на другие? Может быть, это грандиозность и величие храмов? А может быть, это красота и торжественность богослужений? А может быть, это богатство и глубина учения? Нет, нет, друзья. Только христианство, одно только христианство, говорит нам о том, что Бог, создавший весь мир, Бог всемогущий, вездесущий и бессмертный, однажды стал человеком. Давайте запомним это. Только христианство говорит нам о том, что Создатель мира однажды стал человеком. Это событие известно как Рождество Христово. Но перед тем, как мы перейдем к рассказу об этом празднике, давайте выясним одну важную вещь. Мы уже с вами знаем, что согласно христианскому откровению, Бог есть Троица. То есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Поэтому мы и говорим, что верим в Пресвятую Троицу. Так вот, воплотился, то есть стал человеком, Бог Сын. И мы запомним это. Человеком стала не вся Троица, но только Бог Сын. Как и когда это произошло, мы узнаем из Библии. Давным-давно, две тысячи лет назад, в городе Назарете жила одна благочестивая девушка по имени Мария. Однажды ей явился посланник от Бога, архангел Гавриил, и сказал, что она родит сына и назовет его Иисус, что по-еврейски означает «спаситель». Мария очень удивилась, так как была молода и не имела мужа. На ее смущение говорил, ответил, «Дух Святой найдет на тебя и тебя осенит», то есть покроет сила Всевышнего. Именно поэтому Православная Церковь учит о рождении Спасителя от Духа Святого и Пречистой Девы Марии, и о том, что она была Девой до, во время и после рождения Спасителя. Это чудо, не так ли? Ну, разве для Бога есть что-нибудь невозможное? Итак, мы верим в то, что Христос родился от Духа Святого и Девы Марии, и в то, что Его Пречистая Матерь оставалась Девой до, во время и после Рождества Спасителя. В то далекое время Иудея была лишь небольшой провинцией огромного государства под названием Римская Империя. Во главе ее стоял император, который однажды решил провести перепись в своей стране. Для этого каждый житель империи должен был на время вернуться в тот город, откуда происходили его предки. И вот Дева Мария, которая уже была беременна, и ее пожилой опекун Иосиф, идут в город Вифлеем, из которого происходил их род. В это время народу сюда собралось так много, что Иосиф и Мария не смогли найти себе места ни в одной городской гостинице. И тогда они устроились на ночь в пещере, которая служила хлевом для скота. Здесь-то и суждено было родиться царю и спасителю мира. Пресвятая Дева дала младенцу имя Иисус, как повелел ей архангел Гавриил. Но уже первые христиане стали добавлять второе имя – Христос, что по-гречески означает «помазанник». Итак, Иисус Христос – это имя Бога Сына, второго лица Пресвятой Троицы, которое он получил после своего чудесного рождения. Почему же Христос, царь мира, родился в простом хлеву? Ведь как Бог, Он мог выбрать себе место и получше. Но, друзья мои, сделал Он это, конечно же, специально, желая добровольно разделить с нами до конца все тяготы простой человеческой жизни. Ну а что же руководила им? Конечно, любовь. Любовь ко всем людям. Именно ради этой любви Он соглашается принести себя в жертву. Пройти от начала до конца скорбный жизненный путь простого человека, чтобы осветить каждый сантиметр этого пути. Итак, мы можем сказать, что Бог добровольно ради любви к людям умоляет себя ограничивать свое божество. Он становится человеком во всем подобным нам, кроме греха. Как нам повествует Библия, неподалеку от места Рождества в открытом поле ночевали пастухи. Это были простые и ничем не примечательные люди. Но именно им первым было открыто о великом событии. Ангелы возвестили им о пришествии в мир Спасителя. В этом событии Господь показывает, какое качество в человеке Он ценит больше всего. Это простота, детская простота. Может быть, именно поэтому Рождество в первую очередь – праздник детства. Но, кроме этого, Рождество Христово – это и точка отсчета, от которой мы ведем новое летоисчисление. И это действительно начало новой эры. Эры новых отношений между Богом и человеком. И между самими людьми. Итак, летоисчисление ведется от Рождества Христово. И на этом, пожалуй, остановимся. Чтобы продолжить в следующий раз. А пока давайте повторим наши новые знания. Итак, сегодня мы узнали об истории и духовном значении праздника Рождества Христова. И прежде всего мы сказали, что отличает нашу православную веру от иных прочих. Мы верим в то, что Бог добровольно по своей безграничной любви к людям воплотился, то есть стал человеком, подобным нам во всем, кроме греха. Но воплотилась не вся Троица, а лишь ее второе лицо – Бог Сын, который после своего рождения получил имя Иисус Христос. Также мы говорили и о том, что его причистая Матерь оставалась Девой до, во время и после Рождества Спасителя. Ну вот, на этом, пожалуй, все на сегодня. Завтра мы продолжим нашу беседу о Рождестве Христовом и поговорим о традициях празднования этого великого события. А я напоминаю вам, что все ваши вопросы, все ваши пожелания вы можете присылать на наш сайт. Вот его адрес. И на этом все пока. До скорой встречи. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин